В Олжском районе заработала открытая диалоговая площадка. Главный ее участник – гражданское общество. Дискуссии с экспертами и представителями профильных ведомств преследуют одну цель – найти те точки роста, которые позволят району совершить рывок в развитии. О том, как воплощается в жизнь идея главы региона. О территориальном стратегическом планировании Владислав Жирнов. Южный город – крупнейший в области инфраструктурный проект и визитная карточка Волжского района. Но вопросы, волнующие его жителей, типичны для всего муниципального образования. Согласно недавнему опросу в соцсетях, в пятерке основных проблем две первых позиции занимают дороги и транспорт. Есть, скажем так, неудобства с дорожными развязками, которые тоже все жители Южного города отмечают. Из Южного города не очень удобно выезжать в Самару, надо разворачиваться через кольца, делать крюки. И мы очень ждем, когда этот вопрос тоже, по крайней мере, определятся какие-то сроки его решения. Интересы и запросы простых людей – вот тот фундамент, на котором власть должна выстраивать стратегию развития района на годы вперед. Внедрять идеи в жизнь профильным ведомствам и министерствам тоже предстоит с населением и бизнес-сообществом. Волжское муниципальное образование – это, наверное, в Самарской области самое большое образование наравне со Старопольским. Документ территориального планирования, стратегическое планирование району необходим. Мы должны на среднесрочную и долгосрочную перспективу понимать, что нужно району, как развиваться должен район. Этот путь уже прошел ближайший сосед Волжского района. У Самары есть свой опыт планирования, наработанный в 2011-2013 годах по ключевым проблемам развития региона. Долгосрочная стратегия областного центра рождалась в дискуссиях на диалоговых площадках, созданных во многом по инициативе Дмитрия Азарова. Сегодня эта практика должна быть распространена на всю область. Эксперты, выступавшие на сессии Волжан, напомнили, что наработки Самары уже опробированы во многих городах страны и даже отмечены ЮНЕСКО. Мне кажется, очень разумная и правильная идея со стратегическими сессиями, в ходе которых каждое из муниципальных образований, каждый район или город Самарской области определяет свое будущее, каким они хотят видеть завтрашний день и свою жизнь. И важно, что в этой работе принимают участие не только руководство района, актив и сами жители. Обсуждаемые сейчас стратегии в недалеком будущем будут согласованы с действующими в районе государственными программами «Горизонт планирования» до 2030 года. Это документ не то, что важный, это определяющий для жизни района, в каком направлении будем двигаться, какие основные приоритетные направления и в каких направлениях, что мы должны делать для того, чтобы район занимал лидирующие позиции, развивался, был благоприятным для проживания наших граждан. Конкретные планы реализации муниципальных стратегий необходимо оформить до 30 сентября. Главным же итогом всех сессий в каждом районе и городе области станет стратегия социально-экономического развития всего региона. Ключевые положения документа разработают с учетом прозвучавших на диалоговых площадках предложений жителей. Владислав Жирнов, Александр Дудко, Новости губернии.